Бог является нашим символом, и мы не представляем своих кошмарах, чтобы когда-то наш символ исчез с нашей территории. Поэтому я приветствую всех, которые хотят каким-то образом, независимо от своей профессии, партии или ориентации политической, гражданской и так далее, чтобы они поняли, что мы сейчас защищаем не просто символ Молдовы или река общая Украина и Молдовы, мы защищаем больше, это жизнь целого региона, который захватывает и Западную Украину, и Молдову в целом, и Одесскую область. У меня, на его представлении, она называется, в переводе, потому что она у нас как, она называется «богатство, которое осталось», и почему, которое осталось, потому что сейчас мало кто знает, что то, что произошло во второй половине XX века, когда Молдова находилась в советской оккупации, мы потеряли огромную часть памятников не только природы, которые для нас они особенно ценны, но и памятников культуры и нашей цивилизации. У нас есть длинный список этих огромных потерь, и поэтому это целая, скажем, конференция, которой мы смогли вместе с украинцами показывать, что мы потеряли во второй половине XX века. Но я боюсь, что то, что мы потеряли в прошлом веке, когда мы были независимы, когда решение принималось в другом месте, в Москве, а не в течении, а не в Киеве. Я очень боюсь, что в XXI веке, когда, по крайней мере, мы ответственны за судьбу наших народов, решение, когда принималось в Киеве и в течении, то я боюсь, что потери могут быть побольше, чем во второй половине XX века. Поэтому я призываю своих друзей из Киева, конечно, учитывая, что мы в первом параде и в Киеве, и в Кишиневе, мы были очень жаркой, свободой, и мы очень часто встречались и говорили очень открыто сейчас, люди совсем другие, чем были в те времена. Но я хочу сказать, что то, что им тогда мы говорили, мы должны отказаться полностью от какого-то локального, регионального или национального эргоизма, когда речь идет об экологии, об экологических проблемах, и особенно в реке. Это мой призыв, и он останется, если мы не откажемся от этого организма, конечно, будут огромные политические манипуляции, которые уже в Киеве не происходят, по поводу реки в место. Потому что я удивлен, хотя не против, но я удивлен, когда люди, которые выступали до сих пор против всего, что означает Молдова, они вдруг вспомнили, что в Молдове есть река-мест, и они должны ее защищать. Я, конечно, об этом говорю, вспоминаю тот один из протестов перед посольством Украины в Киеве. Я думаю, это мое мнение, конечно, что это будет заказано, и не из Молдовы, будет заказано этот протест, и я уверен, что такие протесты будут возникать побольше, если мы сами не берем в своих руках эту проблему. Ну, по поводу Нестра, я не думаю, что должен, у меня где-то 10 минут, я так понял, 10-15, я не думаю, что я должен сейчас описывать, что означает Молдове. В самом деле, и я обязан говорить, это мое мнение, что Нестра, и не то, что я просто здесь рожден и люблю Нестра. Но я думаю, что Нестра – это самая красивая река Европы, по крайней мере. И если кто-то не верит мне, то, что я сделал в своей юности, я трижды был с Карпат, с Бескизмом, и до Черного моря под Несту. И каждый раз это было другое, намного красивее, чем первый, второй и третий раз. И я думаю, что открытие Нестра любого гражданина Молдовой Украины даст уверенность, что он борется в самом деле за то, что не создали люди, а Бог, и мы обязаны это наследство сохранить. Поэтому те 1362 километра, которые имеют мест, или 1350, или 72 тысячи квадратных километров, которые означают федерологический бассейн Днестра, это самое большое наследство, которое мы имеем. Я должен сказать, что то же самое, я не помню точно, сколько людей было в 85-м году. Но когда мы начали осознавать проблемы Днестра, нас было очень мало. И мы организовали первую экспедицию, общесоюзную, как она называлась. И я был одним из организаторов вместе с Игорем Пушаревым из Тернополя и Романом Дедулой из Льва. Вместе с моими коллегами из Львовской товарищейства, как они называли, как они называли, то общество, и то там экспедиция, которые в Украине считают, что открыла и всей республике проблему Днестра. Я думаю, что и сейчас, в 2017 году, когда возникли новые проблемы в этом бассейне, должны быть такие же группы целеустремленные, такие же люди, которые были...